Терраса из Листиницы На террасе, как правило, мы собираемся с семьей. Для нас очень важное время – это завтрак по выходным. И вот завтраки мы очень часто проводим на террасе. Утром здесь всегда солнышко. И очень хорошо начать день, когда ты полностью погружен в эту всю атмосферу. Второй важный момент – мы здесь проводим и вечера с друзьями. Ну и последнее – это мы делаем чуть реже, когда есть такая возможность почитать, поиграть, возможно, поработать. У нас после обеда наступает здесь тенек, единственное место на участке, где действительно можно скрыться от жары. И здесь действительно очень комфортно полежать, посидеть, поговорить, просто подышать воздухом. Зимой она аккуратно пролежала под снегом, где-то небольшой был лед. И в итоге, когда снег сошел, она была как будто только заново построена. И это, ну, скажем так, был двойной кайф, что, получается, ты осенью ее видел, может быть, не успел попробовать, она была новая. И весной ты пробуешь ее заново, а она уже построена давно, и все равно как новая. Нам настолько хотелось поскорее начать проводить на ней время, что мы бесконечно ее чистили и пытались на нее смотреть. Но в один момент в этой зимой ее хорошенечко так завалило, и мы очень-очень ждали весны. На самом деле можно охарактеризовать этап жизни без террасы, вот этой большой, красивой, как незаконченной. И терраса, вот она, как бы, венец архитектурной композиции здесь условно, то есть дом, и вот она его является продолжением. И действительно это место, место вот объединения какой-то вот семейной дружеской энергии, которая действительно, ну, для нас является очень ценным.